Исторически сложилось так, что городу Гродно была отведена особая роль как центру формирования медицинского образования на землях Беларуси. Именно в Гродно в 16 столетии было произведено первое анатомическое вскрытие на территории Восточной Европы. Спустя два века доктор медицины профессор Жан-Эммануэль Жилибер основал первое высшее медицинское учреждение Беларуси – Гродненскую медицинскую академию. Еще через два столетия свои двери перед абитуриентами впервые распахнул Гродненский медицинский институт, руководителем которого стал Леонард Феликсович Супрон. 1 октября 1958 года в стенах нового вуза для 250 первокурсников профессор Давид Моисеевич Голубь прочитал первую лекцию по анатомии человека. В 1959 появились первые кафедры, а спустя еще год вели медицинскую практику, открыли Центральную научно-исследовательскую лабораторию и аспирантуру. В 1962 году ректором назначают 35-летнего Маслакова, и в этой должности Дмитрий Андреевич проработал 36 лет. 1964 отмечен в истории вуза как год первого выпуска. Это 248 врачей, из них 22 с дипломами отличника. В 1970 году в Гродно создается отдел регуляции обмена веществ Академии наук БССР. И на базе Гродненского мединститута формируется биохимическая школа академика Юрия Михайловича Островского, которая в 1985 станет институтом биохимии Национальной академии Беларуси. Все это время продолжается подготовка специалистов на лечебном, а с 1979 года и на педиатрическом факультете. С 1991 Гродненский вуз готовит медицинских сестер с высшим образованием. С 1992 начинается обучение иностранных граждан, а через год открывается медико-психологический факультет, который в 2023 отмечает свое 30-летие. В 1998 году впервые выпускник Гродненского медицинского института Петр Васильевич Горелик назначен ректором. Он возглавлял вуз 12 лет. Под руководством Петра Горелика в 1999 преподавательский коллектив и студенты успешно проходят аккредитацию на статус университета. Впервые выпускник и преподаватель университета Станислав Иванович Болтрукевич удостоен звания заслуженный деятель науки Беларуси. Студенческое научное общество получает премию специального фонда президента Беларуси. Сестринский факультет реорганизован в медико-диагностический. Курс развития вуза как одного из ведущих университетов страны с 2010 года продолжает и Виктор Александрович Снежицкий. При нем университет получает свою первую премию правительства в области качества и аккредитацию научной организации. Гродненский мед первый из профильных вузов внедряет и получает сертификат национальной системы менеджмента качества. В 2013 году университет первым в республике открывает лабораторию практического обучения, которая в 2022-м станет симуляционно-аттестационным центром. Создаются университетская клиника, начинает действовать магистратура. С 2019-го три года подряд университет становился обладателем гран-при международной бизнес-премии «Лидер года». В 2020-м на год ректором вуза становится выпускница университета Елена Николаевна Кроткова, которая сегодня занимает пост первого заместителя министра здравоохранения Беларуси. Добрую традицию назначать на пост ректора своих выпускников в 2022 году продолжает Игорь Георгиевич Жук, который в настоящий момент возглавляет Альма-Матер. Сегодня Гродненский медуниверситет – это шесть факультетов – лечебный, педиатрический, медико-психологический, медико-диагностический, иностранных учащихся и факультет повышения квалификации и переподготовки. Это более 4,5 тысяч студентов и 1200 сотрудников, 45 кафедр, более 550 человек профессорско-преподавательского состава, 40 специальностей клинической ординатуры, 33 специальности аспирантуры, 59 образовательных программ, 15 научно-педагогических школ и 45 научных кружков. Ежегодно проводится до 30 научно-практических конференций и публикуется более полутора тысяч научных работ. Здесь обучаются граждане из более 30 стран мира, а за 65 лет подготовлено около 30 тысяч врачей. В 2023 году мы стали единственным вузом в стране, который в четвертый раз подтвердил звание лауреата премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества. Свой высокий статус университет ежегодно подтверждает в различных соревнованиях, стартапах и конкурсах. Поступив в ГРГМУ, каждый молодой человек получает шанс реализовать свои способности, прикоснуться к лучшим медицинским традициям, попробовать себя в науке, прожить увлекательную студенческую жизнь и, главное, присоединиться к представителям сложной, но очень нужной профессии. Стать в один ряд с теми, кто не боится трудностей и точно знает, что только через тернии можно достичь профессиональных звезд.